8 часов 35 минут московское время. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня очень у нас интересный. Да, когда у нас неинтересный. Сегодня у нас про чай. Друзья, 5533 для ваших смс-ок. 903-170-6363, ватсап и вайбер. Давайте почитаем ваше сообщение. Так, ну вот все никак не могут. Все пишут про это стихотворение, раз велел мне барин чай сварить. И спрашивают, а что ж там было дальше? А вы почитайте и узнаете. Там интересно. Да, я тоже обязательно почитаю. Но тоже пишут, что дедушка кому-то рассказывал уже не 1912 года, а 1896 года рождения. Ну вот понятно, что корни такие глубокие. Так, теперь, значит, как пьют чай, пишут наши слушатели. Ну вот, например, с душистым черно-молотым перцем пьют и чай и кофе в Северной Осетии, между прочим, Михаил нам сообщил. Ну вот я масалу-то делал тоже с перцем. Индийскую, с перцем, с гвоздикой. Все это там мешается, варится, с молоком. И как раз вот на простуду-то самое лучшее. Летом, конечно, с черной смородиной с листьями или с мелисой и мятой. Это понятно, хорошо. На Кубани вплоть до 60-х годов чай – это ложечка варенья, залитая кипятком. А летом ягоды, растертые сахаром и залитые тоже кипятком. Хотя чай знали, но мало кто пил настоящий, представляете? Нет. И в Астрахани пишут, нам пьют калмыцкий чай. Что такое калмыцкий чай? Калмыцкий, наверное, это тоже с добавками. С молоком, вот что-нибудь такое. И еще спрашивают, Андрей, что такое курильский чай? Курильский чай. Ну, курильский чай тоже – это не совсем чай. Это растение называется дозефора кустарниковая. Или лапчатка кустарниковая. Или, по-моему, пятилистник. По-моему, так вот, пятилистник кустарниковый. То есть, это прежде всего декоративное растение. Можете посмотреть в интернете огромное количество сортов курильского чая именно для использования декоративных целей с разными цветами. Очень красиво, цветет очень долго. В качестве чая оно тоже используется и в качестве лекарственного средства, насколько я знаю, но не в официальной медицине. В официальной медицине курильского чая нет. Вот в таких, в народных справочниках, там что-то лечат. Вот по тому списку, что вы там зачитывали уже, там, это помогает, от этого помогает, да. Мужское это самое увеличивает. Ну, это, по-видимому, любое растение можно взять и такого приписать. То есть, ну, имейте в виду, как просто в небольшой концентрации там его заварить можно. Можно попробовать, ничего страшного, но в лечебных целях лучше посоветоваться с доктором. В советское время, пишут нам из Челябинской области продавался фруктовый чай в плитках. Вот про плитки, это же интересная история, потому что есть еще такое понятие кирпичный чай. Я посмотрел, что это такое. Это вот тоже чай, сфабрикованный в такие кирпичики, но считался он очень низкокачественным и вообще из какого-то, знаете, чайного мусора уже. Нет, скорее не из мусора, а из крупных листьев. Потому что когда чай-то собирает, там много разных фракций на сборе. Одно дело, там почечка и маленький листочек, там типсовый чай. Другое дело, когда собирается уже листочек, а в свое время-то, когда наращивали при советской власти сборы чая, там уже пошли в ход и грубые листочки, и веточки. Ну, надо было наращивать производство. И поэтому, вот скажем так, грузинский чай, краснодарский... Нет, краснодарский поддерживал марку, а грузинский чай считался хуже, чем индийский. Хотя в Грузии выращивают, я знаю, вот сейчас очень хороший чай. И в Грузии, кстати, в Азербайджане выращивают, в Азербайджане великолепный, кстати. Сейчас вот я вот в магазине покупал очень хороший, там, по-моему, озерчай называется тоже, там с добавками и так далее. Грузинского не видел, краснодарский сейчас появился в магазинах, и очень-очень даже приличный. Так что я много чаю покупаю, пью, имеется в виду камели чая. Хотя у меня много и чая всевозможного насушенного, в том числе и кипрейный чай, наш любимый, копорский. Очень коротко, как я его делаю, чтобы получился у вас нормальный чай... Иван-чай. Да, иван-чай, чтобы получился нормальный чай, это не значит, что просто посушить его. Ведь и тот чай, который камелиевый, он же делается, он же, ну, большинство видов чая и сортов ферментируется. То есть, там, может быть, зелёный он с меньшей ферментацией, всё остальное ферментируется. Либо нагревается, либо, ну, там, разрушаются клетки механические. Ну, не будем сейчас вот там в подробностях. Ну, для того, чтобы сделать тот самый копорский кипрейный чай, вам нужно собрать листочки. Не цветы, имейте в виду, листочки, да. Вот вы их набрали, дальше вы их подвяливаете несколько часов, вот когда они так поблёкнут, немножечко так это сам подвянут. Дальше начинаем катать сигары из них, сигарки. То есть, ну, вот просто между ладошками вы скатываете, скатываете такие сигарки из него. И до того момента, что у вас руки становятся влажными от сока. То есть, в данном случае вы вот своими ладошками разрушаете клетки, вытекает клеточный сок. После этого эти сигарки закладываются в эмалированную кастрюльку, закрываются крышкой, ставятся в тепло. Здесь уже дальше, ну, разные варианты. Это уже методом проб и ошибок. Сколько будет он у вас ферментироваться? Потому что разный продукт получается, большая ферментация, а меньшая ферментация. То есть, там начинает сок этот бродить. И, ну, хороший специалист по приготовлению чая, он по запаху это определяет. Пошёл фруктовый такой запах из кастрюльки, всё, там чай сферментировался. Обычно это от нескольких часов до суток, в некоторых случаях там какие-то чаи даже до двух суток ферментируют. И дальше вам его надо быстро высушить. Не так, чтобы положил, и он сохнет, потому что вы его положите, он также будет продолжать ферментироваться и, ну, перегорит. А быстро это либо в духовке, либо, там, допустим, у меня когда-то сауна протопленная, там это раскладываешь и быстро сушишь. Ну, в духовке это тоже не при большой температуре, там, 50 градусов примерно, не больше. Главное, чтобы это быстро высохло. Вот у вас получается это, да, вернее, не колбаски сушим, извините, не колбаски сушим, мы режем после ферментации, уже потом вот эту нарезанку сушим. Ну, а если, ну, подождите, это всё очень сложно, давайте мы просто соберём и положим. Если просто насушите листочков, это не будет чаем, это просто будут сушёные листочки. Сушёные листочки, это не будет чай, как таковой. Так что, ну, можете попробовать, ничего от листочков кипрея ничего плохого не будет, наоборот, почитайте, что там он лечит у вас. То есть, подождите, чай, это у меня он ничего не лечит, только в целом бодрости придаёт. Так, значит, чай от сухой травы чем отличается, получается? Ну, в данном случае копорский чай – это ферментированный чай, который сделан вот так, как я примерно описал. Это очень примерное описание, потому что у каждой деревни был свой способ приготовления копорского чая, там, разные ферментации. В некоторых случаях его подкрашивали с жжёным сахаром, чтобы он покрасивее выглядел, да? У нас тут вот про калмыцкий чай очень много стали писать из разных областей, и пишут, ну, разное. Но я, на самом деле, нашла уже в Википедии, что такое калмыцкий чай, можно и это почитать, и то, что пишут слушатели. Значит, раньше это привозили просто чай из Китая или из Грузинской СССР, например. Это старые чайные листья плюс зелёные и одревесневшие стебли. И потом это всё определённым образом варилось с добавлением соли, молока, мускатного ореха, лаврового листа, гвоздики, масла и так далее. Наши слушатели пишут, вот, например, такое, из Астраханской области брикетные спрессованные стебли листьев чая варятся, добавляют, ну, то же самое, молоко, масло, соль. А вот было ещё сообщение о том, что нет, по-другому немножко делают. Это сбор степных трав, а не чайных листьев. Ну, тоже ингредиенты, те же молоко, масло, соль. Ну, вот, в общем, вот калмыцкий чай – это вот что-то такое. Ну, что ж, разные варианты. Теперь переходим к тому, что мы на даче можем вырастить и сделать чай уже из своего сырья. Ну, вот из чего я делаю. Тоже мне подсказывайте, из чего вы делаете, да, потому что вариантов множество может быть, и мы можем что-то упустить. Например, я делаю очень много чая из облепиховых листьев. Из облепиховых листьев можно тоже с ферментацией, можно даже без ферментации просто их посушить. Очень похоже на такой лёгкий-лёгкий китайский зелёный чай, который имеет такой слабенький навар, но аромат. И самое главное, ну, в облепиховых листьях много очень витаминов, как и в самой облепихе, в ягодах. То есть это действительно очень полезный чай вот с точки зрения именно витаминов, ну, и прочих-прочих нужных нам веществ. Так что облепиховый чай вот просто даже как вот настой иметь где-то там в криночке, либо в графинчике, просто вот суп попить там холодный. Это замечательно, это вот для вашего организма будет только большая-большая радость. Тем более, когда я собираю облепиху, очень много листьев остаётся. Потому что я собираю облепиху таким образом, что часть я собираю ягод с куста, а часть я обрезаю веточки. Особенно веточки, которые там уходят вверх, чтобы она не лезла вверх. И веточки, которые смотрят вниз, они всё равно засыхают, чтобы это можно было в спокойной обстановочке дома обирать. Ну, естественно, остаются веточки листья. Кстати, молодые веточки тоже можно в чай покрошить. Они дают дополнительный цвет. Вот облепиха. Кстати, её, как я уже сказал, можно и поиграть с ферментацией тоже, как вот с копорским чаем. Либо можно просто так посушить. Там получается разный вариант, но это надо уже самому пробовать, что вам больше понравится. Ну, вот насчёт листьев облепихи, помните, это очень-очень полезно. Самое главное, доступно, то есть на каждой даче листьев облепихи много. Особенно если есть у вас мужская облепиха, которая кроме опыления ничего не дает, вот мужскую обирайте на листья. Ну, а всё-таки есть у нас шанс что-то похожее на настоящий чай вырастить в Центральной России? Ну, камелию китайскую точно не вырастить. Потому что, ну, севернее Краснодарского края, увы, она не растёт, не будет расти. Дома, в принципе, да. Ну, правда, она не так красиво цветёт и более прихотливо, чем камелия японская. Но, в принципе, можно. Размножить её можно либо черенками укоренить черенки. Черенки не очень хорошо укореняются, поэтому лучше применять укоренители, типа гетерооксина, корневина и прочее. Либо семенами, если где-то семена камелии достанете. Только всегда узнавайте, какая это камелия. Просто надо жизнь прожить так, как сказал классик, чтобы не перепутать камелии. Ну, что, можно прямо на подоконнике и тоже стричь листочки, делать чай? Можно, но много вы не настригёте. Знаете, я много выращивал и субтропических растений, и лимонов, и коломандины, мандаринчики, и растения кофейное дерево выращивал, и гранат выращивал. Там есть хитрости, но, в принципе, чай, именно камелия китайская, это не самое сложное. Но вы немного с неё настригёте, чай, немного, потому что, знаете, всё-таки вот обстригание чая, это достаточно такая операция для неё не очень приятная, особенно осенью и зимой. И просто начинают опадать с неё листья, то есть ей не хватает солнечного света, а тут вы ещё её обстригли, и она вообще может засохнуть. Поэтому с ней надо очень осторожно с камелии китайской. То есть это как вот с лимонами. Лимон выращенный – это скорее достижение, а не какая-то там вот вы выращиваете лимоны ради того, чтобы у вас там были. Вот вам надо что-то достигнуть, попробовать там две чашки чая. И этого, я думаю, да, этого достаточно. Из Санкт-Петербурга вас благодарят за облепиху. Пишут, раньше знал только про аромат листьев смородины, теперь будут добавлять облепиху и ещё чабрец, конечно. И чабрец. Вот про мяту мы уже упоминали. Мят ведь тоже много разных. То есть это и мелисса лимонная, это и готовники. Разные мяты бывают. Посмотрите, справочники их много. Кому-то одна больше по вкусу, кому-то меньше. Вот я, например, как-то вот не очень идёт котовник, хотя кто-то вот ко мне приезжает, этот котовник набирает в больших количествах, вот нравится, потому что у котовника немножечко такой вот слишком яркий запах и карамельный вкус. И вот этот чай с котовником, вот для кого-то, он представляет такую ценность. Для меня нет. Я скорее люблю обычную мяту перечную. А похож этот котовник или кошачья мята? Нет. На мель, нет, совсем не похож. По вкусу и по запаху совсем не похож. Но вот обычная мята, я её совсем немного добавляю. Вот, ну, получается, не мятный напиток, а просто вот внести чуть-чуть, совсем чуть-чуть нотки какие-то. То есть она немножко облагораживает не очень хороший чай. Когда есть, вот на даче завариваешь, там, не самый лучший чай. Вот чуть-чуть мятки добавил, там, буквально, там, маленький кусочек, листочка. Вот чуть-чуть вкус улучшается. Из Санкт-Петербурга ещё одно сообщение. В этом году сделала чай из вишнёвых и яблочных листьев. Очень вкусный. Получился у яблочного просто солнечно-янтарный цвет и очень вкусно. Я думаю, тоже не отравятся люди этими листьями. Нет, конечно. Вот я просто вспомнила, однажды я разговаривала с одной дамой, которая работала в чайной индустрии. Не в руководящем звене совсем, но, тем не менее, что-то знала. И говорила, что, конечно, все эти фруктовые и всякие вкусные сладкие чаи, которые продаются в масс-маркете, это не что иное, как чай низкого качества с добавлением сахара. И ароматизаторов. И ароматизаторов. Поэтому это надо тоже очень... Вот вы сказали, что в Америке чёрного чая в некоторых штатах или городах не найдёшь. Но, друзья, у нас тоже чёрный чай теряется на полках, вытесняется вот этими ароматическими всякими сладкими чаями. С ними надо быть аккуратнее, потому что это не самая полезная вещь. Да, остаётся у нас немножко времени. Мы ещё забыли кое-какие чаи, ну, в частности, монгольский чай. Что это такое? Вы знаете, я пила чай в Монголии, вот настоящий, но тоже помню, что там что-то вот с молоком. Я не думаю, что монгольский чай, это как раз в Монголии пьют. Монгольским чаем называют чай с бадана. Бадан прекрасное, растение, садовое, шикарное, красивое, тоже много разных сортов, такие большие, огромные листья. Кто хочет в Москве посмотреть такую бадановую большую поляночку, пожалуйста, вот напротив радиокомитета на Пятницкой, вот это большое здание, там такой огромный-огромный газон, он весь засажен баданом, просто ходишь, любуешься. И цветёт красиво, ну, набирать, конечно, там на чай не очень хорошо. Обычно собирают бадан после зимы, после зимы вот эти вот засохшие листья. Ну, на мой взгляд, это немножечко, ну, скажем так, ну, так не совсем аккуратно получается, поэтому я из бадана заготавливаю его и ферментирую путём замораживания в холодильнике. Кстати, ферментация может, вернее, вот разрушение клеток не только механически может быть, вот потёрли между ладонями или там как-то через валики прогнали, как это делается уже в чайной промышленности, и путём замораживания. То есть, когда вы замораживаете любой листочек, там, естественно, кристаллики льда, они разрывают клетки. И вот вы вынимаете его из морозилки после заморожения, он же сразу вот такой вот, он становится влажный. И вот после этого вы можете также его ферментировать. И вот так же и с баданом. То есть, я листьев осенью замораживаю, после этого он немножечко полежит, ферментируется, потом его режу. Получается очень, ну, очень такой вот чай, похожий на настоящий чай, с необычным таким вкусом, запахом и цветом, самое главное, таким настоящим чайным цветом. Вот вам, кстати, то, что мы можем в наших условиях, такое близкое самое вырастить к настоящему чаю. И, ну, опять же, если про бадановый чай вы почитаете, там тоже много перечислено полезного. Так что читайте и лечите все болезни. Пишет еще из Москвы, чай получается втройне вкуснее и ароматнее, когда он приготовлен в дровяном самоваре или на костре. Почему в самоваре чай вкуснее, чем в чайнике? Ну-ка, расскажите. Ну, самовар это целый процесс, я готовлю, растапливаю самовар, это самовар еще дедушки моего, то есть мне папа рассказывал, что они возили этот самовар куда-то никелировать, потому что это старый был самовар еще до войны, куда-то на какой-то завод, и вот его отникелировали за какую-то плату. Это сейчас вот этот никель, он даже немножко стерся, так что это старый самовар достаточно. Не разместите в соцсетях фотографию. Ну, я многократно помещал, он 7-литровый, 7-литровый, и фактически 7 литров, представьте, вот если там один человек, два человека, это чаепитие, плюс мыть посуду, всегда горячая вода. А если, как раньше в деревне, там же несколько раз в день протапливали самовары, всегда горячая вода была, потому что самовар это здорово, там практически на него дров не надо, там несколько щепочек, шишечек, все что угодно, запах, естественно, такой вот с дымком. Ну, вода, конечно, либо колодец, либо у нас на даче вот артезианская вода, из скважины, вот представьте, вот пошел с этой, с бутылкой большой, пятилитровой, с несколькими, там кнопочки нажал, тебе из этих слоев поднялась эта артезианская вода, я сразу же ее в самовар затопил, и там полчаса, и вот уже кипящий самовар, и чай, чай тоже свой, допустим, с разными вариантами, вот сейчас вот про фруктовые мы говорили, я же тоже делаю фруктовые, и тоже необычные, вот, например, созревает у меня малина, остается малина такая вот мятая, которая там на варенье и так далее, и тут у меня, допустим, я там набрал листьев овлепихи, тоже сушу, сушу, я перемешиваю ее вот так вот с этой малиной листья и высушиваю, то есть она пропитывается облепихой. С ягодной малиной листья облепихи? Да, облепиха пропитывается еще соком малины, и получается вообще очень интересный вкус и интересный вариант, а таких вариантов много, ягод-то много разных, я еще про лимонник не рассказал, лимонник это вообще там кладезь, и листья вы можете использовать на чай, листья вообще великолепны, это лимонный запах, и обрезаете лимонник, веточки используете тоже, можно просто веточки одни использовать лимонника, тоже и запах, и цвет, и красиво, и ягоды использовать, а уж у лимонника там много разных вкусов, и в разных вариантах, с разными сочетаниями, вы можете все это... Ох, друзья, доброе вам утро, субботнее, вкусного и полезного чаепития, мы желаем вам с Андреем Тумановым, и прощаемся на неделю, спасибо большое. На неделю, хорошего чая. Продолжение следует...